Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня я расскажу вам, как приготовить очень необычный и очень легкий, простой и быстрый приготовление десерт, который также зачастую служит не самым обычным завтраком, потому что когда я использую духовку, я уже рассказывала, я по максимуму ее загружаю и запекаю для себя яблоки. И очень часто яблоки я съедаю на следующий день, когда они остывают. Для меня они даже вкуснее. Итак, для такого десерта нам потребуется несколько яблок. На 4 человек вам хватит 3 яблока. Вы можете порезать их достаточно крупно, а можете все-таки сделать более маленькие кусочки. Все на самом деле зависит от того, насколько долго вы готовы запекать ваш десерт. Вы можете сделать это, как я, за нехваткой свободного места в фольге, и тогда яблоки получатся как будто бы сваренные, но все-таки вкусные. А вы можете сделать это также в небольшой емкости стеклянной, либо керамической, предназначенной для запекания в духовом шкафу. Итак, я измельчаю яблоки, потому что я знаю, что я буду недолго запекать. У меня с вчера остался горошек, который я не запекла просто потому, что у меня не хватило места. И по желанию вы можете добавить небольшое количество сахара. Сахара в моем доме нет, вы можете добавить также мед. Но я ничего не буду добавлять, потому что мне и так, что называется, вкусно. Но самое интересное, этот десерт мы будем подавать вместе с мороженым, который само по себе сладкое. И не сладкие яблоки, на мой взгляд, лучше сбалансируют вкус. Я также добавляю небольшое количество граната, просто потому что он у меня имеется, и он даст, на мой взгляд, красивый рисунок. Кстати, вот эту часть граната я традиционно даю детям до еды. И они сначала не очень радовались, не очень радовались тому, что им приходится съедать эту часть граната. Она очень терпкая, она горчит. Сейчас я даю им небольшое количество гранатовых зерен и вот эту часть. И, конечно же, кто смотрит Виталия Островского, знает, что так же, как и непосредственно шкурка граната, которую я не даю детям, ее нужно заваривать. И, опять же, неизвестно, чем обрабатывается гранат, который в данном случае привозится в Италию. Он зимой здесь не произрастает. Кто смотрит Виталия Островского, знает, что это прекрасный способ, скажем так, профилактики паразитов. Итак, я добавляю гранат, просто потому что он у меня имеется, и также я добавляю куркуму, просто потому что она мне очень нравится. Но вы можете быть свободными в выборе тех специй, которые вы добавите. Конечно же, традиционно яблоки хорошо сочетаются с корицей. Вы можете также добавить, помимо меда, изюм в эту смесь. Я в данном случае изюм не добавляю, потому что для меня уже получится очень сладко. Закрываем и отправляем все в духовой шкаф. Легкость этого блюда заключается также в том, что мы можем очень хорошо запекать яблоки очень долго, а можем вынуть их прямо-таки слегка-слегка, чтобы они подрумянились и внутри как будто бы оставались твердыми, то есть не пропеченными. Ну что ж, яблоки готовы. Мы достаем их непосредственно перед сервировкой. Я думаю, что уже многие догадались, что да, для такого десерта нам понадобится мороженое. Я беру то мороженое, которое было в холодильнике. Обычно мой муж покупает это мороженое исключительно для себя. Ни я, ни дети не едим мороженое. Ну, практически никогда. И могу сказать, что сливочный пломбир, либо просто ванильное мороженое подойдут, конечно же, для этого блюда лучше всего. В моем случае это какой-то микс фруктового мороженого. Я выкладываю, внимание, горячие яблоки. Именно поэтому вы сможете поразить своих гостей. Это блюдо, помимо того, что очень просто и быстро готовится, оно, скажем так, неожидаемое. Но вот это сочетание горячих яблок и холодного ванильного мороженого будет очень и очень непривычным. В особенности оно, я думаю, будет непривычным для русского традиционного стола. Выкладываю достаточное количество мороженого. И хочу сразу сказать, что если мы предлагаем гостям такое блюдо, оно смотрится не очень, не очень красиво вот в таком, скажем так, незаконченном варианте. Вас спасет и выручит из этой ситуации самая обычная шоколадная крошка, которую вы можете в моменте потереть. Либо в моем случае не было шоколадной крошки, я присыпала все самой обычной корицей. Посмотрите, блюдо смотрится уже совсем-совсем по-другому. Помните, что когда вы сервируете ваш десерт по правилам этикета, вы не можете класть ложку уже в ваш готовый десерт, как сделала я. Ложку, конечно же, вы предлагаете в сервировке отдельно от блюда, которое ставите перед вашим гостем. Ну что ж, вот так все это будет выглядеть. Я приготовила свой десерт прежде всего для детей, поэтому ложка уже в десерте. Желаю всем приятного аппетита, хорошего настроения, хорошей компании за столом. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok